Марина Волкова является наставником для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она помогает им овладеть базовыми социальными навыками не только на физическом уровне, но и на психологическом. За несколько лет более сотни ее подопечных смогли научиться самостоятельно жить, помогать родителям, выйти на работу и стать полноправными членами общества. За эту работу Марину отметили в номинации «Наставничество» областной акции «Благородство». Хочется передать частичку своего тепла людям, которым в этом нуждаются. Я получаю и от получателей социальных услуг, и от ближайшего окружения, то есть от них, от родственников, которые звонят и говорят о том, что есть определенные достижения. И для меня это большая радость. Победителей акции «Благородство» объявили по нескольким номинациям. Одно из самых многочисленных направлений – волонтерство. Анна Макеева около 9 лет назад собрала команду единомышленников, которые хотят помогать детям, оставшимся без попечения родителей. Они не только оказывают материальную поддержку, но и становятся друзьями, передают принципы любви и благородства. Для своих подшепленных детей мы становимся настоящими друзьями, которым можно написать, позвонить в любое время, скажем так, даже дня и ночи. Мы поддержим, поможем и проконсультируем, если какие-то вопросы. Потому что у детей, к сожалению, много вопросов возникает, на которые воспитатели на местах в связи с своей загруженностью просто не могут ответить. Идея награждать людей, которые проявили свои лучшие человеческие качества, зародилась в Самарской области более 20 лет назад. Первая акция «Благородство» состоялась в 1998 году. С тех пор лауреатами стали около тысячи человек. Так как сами награждаемые по большей части скромные люди, то историями о них делятся их соседи, коллеги и друзья. Акция живет и будет дальше жить. Пока люди будут выявлять среди своих соседей, среди друзей, сослуживцев, благородных людей, наше общество будет всегда жить, и мы непобедимы. Благородные люди двигают прогресс. Это однозначно. Идея акции – найти неравнодушных и благородных людей, сделать так, чтобы об их добрых делах узнали как можно больше людей, а также показать молодому поколению достойные примеры для подражания. Сказать спасибо людям за добрые дела, за прекрасные их человеческие порывы, за подвиги, которые они совершают, увидеть этих людей, найти этих людей и выразить им свое признание. В этом году было прислано более 200 заявок, а количество победителей стало рекордным – 95 человек и 3 организации. В этот раз были награждены 23 лауреата, остальных победителей отметят в других городах региона до конца года. В рамках акции также пройдут выездные концерты с участием ведущих самарских артистов и творческих коллективов. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. Во время реабилитации надо...